МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это информационная программа «Республика» и я, Ольга Григорьева. Сегодня глава Чувашии встретился с митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. Первая встреча сегодня с вами у меня. Я думаю, добрый день будет, добрая неделя, добрый месяц. Михаил Игнатьев рассказал Владыке о предварительных итогах 2012 года. В республике в этом году родилось на тысячу детей больше, чем в прошлом. Снижается смертность, повышается зарплата учителей и воспитателей детских садов. Коснулись собеседники и философских тем – добра и зла, веры и нравственности. В мире и согласии то, что многонациональный чувашский народ живет, мы должны не только сохранять, мы должны укреплять и развивать, духовно обогащая и молодое поколение, чтобы каждому человеку было присуще нравственная основа. Вот тогда, когда человек поступает по совести, по велению Всевышнего, когда у него есть вера, надежда и любовь, он уже будет уверен в завтрашнем, я так считаю. Владыка поблагодарил Михаила Игнатьева за то, что он лично присутствовал во время хиротонии архимандрита Феодора, епископа Алатарского и Порецкого. Вот уже два года в России действует новый закон о приватизации госимущества. В рамках его реализации идет перевод госпредприятий в частные руки. Таким образом увеличивается бюджет каждого региона и области. В Чувашии идет приватизация тех госпредприятий, которые создают здоровую конкуренцию на рынке. Наша съемочная группа сегодня изучала, как работают предприятия, став не так давно частными. В создании экономики по европейским стандартам, когда регионы развиваются благодаря предприятиям среднего и малого бизнеса, об этом говорят со всех трибун. Министерство имущественных отношений составило план приватизации предприятий, и в этом году он успешно реализовывается. В текущем году в Чувашской республике подлежат приватизации три государственных унитарных предприятий, 13 пакетов акций и 21 объект недвижимости. В настоящее время уже приватизировано три государственных унитарных предприятия, шесть пакетов акций и 12 объектов недвижимости. Стоит отметить, правительство республики заинтересовано в поступлениях максимальных доходов в казну. В свою очередь частные инвесторы и предприниматели ищут в процессе приватизации свои плюсы. Так, капиталовложение для продуктовой сети СМАК оказалось выгодным, и никаких сомнений в прибыльности этого предприятия у директора сети Александра Неконорова не было. Этот объект был приобретен в 2011 году у государства Минимущества. До этого здесь находилось дома. Удобнее, когда является собственностью. Помещение работает в плане залога. И удобно тем, что мы не платим никакие арендные платы, только расходы идут по зарплате, энергии, ну коммунальный расход. Были еще участники, но мы оказались победителями, потому что нам очень хотелось, чтобы вкусные продукты, которые мы производим, продавались в этом магазине, в этом районе. Как оказалось, жители микрорайона отсутствие магазина бытовой техники нисколько не огорчает. А вот появление продуктового супермаркета считает весьма нужным. Мне удобно. Техника, знаешь, мы не каждый раз берем, а продукты. Мы каждый день приходим сюда, и я здесь всегда беру. Впрочем, не все предприятия могут похвалиться уверенностью своих решений. Оптика на Гагарина 15 существует 45 лет. Директор Наталья Леонидовна признается, больше всего боялась, что после приватизации инвестор свернет их в сферу деятельности, и люди просто-напросто останутся без работы. Согласно пословицу, у страха глаза велики. Приватизировали не мы. Позапрошлым году уже получается. Позапрошлым году был конкурс по продаже всего пакета акций. И был инвестор, который победил на конкурсе, приобрел весь пакет. И он профессионально занимается, в том числе и оптикой. И это несомненным плюсом для нашего предприятия послужило, потому что мы смогли сохранить коллектив, мы смогли сохранить профиль, мы смогли сохранить те наработки, которые профессиональные у нас были. И за этот год прошедший нам удалось свое развитие продолжить. Мы увеличили свои обороты. Мы открыли два новых магазина в Чебоксарах. И у нас появился филиал в Ярославской области. Для многих государственных предприятий приватизация неизбежна. Здесь только вопрос времени. Инвесторы приобретают у государства даже предприятия с долгами. В 2011 году приобрела пакет акций у АО «Аптека-81». На аукционе приведена именимуществом «Чувашия». У аптеки были долги, которые за год работают, и мы могли значительно их сократить. После приобретения пакета акций мы сохранили свою деятельность, также сохранили рабочие места. У нас в планах уже открытие новой аптеки, привлечения новых специалистов, новых кадров. План приватизации госимущества на 2013 год уже утвержден. В следующем году в частные владения придут 13 объектов, которые находятся на балансе региона. В настоящее время осуществляется прием заявок для участия в аукционе по продаже объектов недвижимости, расположенной в поселке Новая Атлашево. Аукцион по продаже имущественного комплекса объявлен на 27 декабря. Конечно, основная цель приватизации этих объектов недвижимости – пополнение региональной казны. Доходы от продажи имущества составят не менее 108 миллионов рублей. Как отмечает в Министерстве госимущества, больших доходов приватизация может и не принесет, но и держать их на балансе нецелесообразно. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. Почти полвека на защите материнства и детства в нашей республике стоят представительницы Республиканского совета женщин. Они всегда берут инициативу в свои руки и ведут свою социальную политику. В центре их внимания – здоровье семей, обеспечение их жильем, медицинским обслуживанием, забота о подрастающем поколении и ветеранах. Сегодня в Чебоксарах прошел 16-й съезд Республиканского совета женщин. В Дворце детского и юношеского творчества собрались представительницы женсовета из разных уголков Чувашской республики. Не первый год они демонстрируют свое невероятное трудолюбие и создают удивительный мир народного творчества своими руками. По традиции эти умения сохраняются и передаются от матери к дочери. Детей приглашаем, чтобы это все учить. У нас, конечно, в Урмарском районе все уже знают бессереплетение и вышивку, и шитье тоже. Ну, короче, все, все делаем, что нам не лень. Тут мы приготовили изделия, вот картины, игрушки, и фастент мы приготовили из Канажского района. У нас активно участвуют женщины многодетных семей, учителя, преподаватели, которые работают в больнице. Женсовет на протяжении многих десятилетий старается объединить разных и в то же время похожих друг на друга женщин. Еще в годы Великой Отечественной войны женщины работали в тылу, а в послевоенные годы Женсоветы активно участвовали в возрождении страны. Сегодня это крупная общественная организация, в которой насчитывается около 300 отделений. Практически во всех сельских поселениях работает свой совет, который имеет перед собой конкретную цель, чтобы страна была социально здоровой. Мне очень приятно находиться и, может быть, кое о чем доложить перед вами, насколько сегодня органы власти Чувашьей Республики создают или не создают благоприятную среду для того, чтобы в любви появлялись желанные жизнерадостные дети. Хочу доложить, за последние 20 лет в первые мы год завершаем с положительной демографической ситуацией, с учетом вчерашней ночи оперативной информации идет, появилось 1036 младенцев больше по сравнению с аналогичным передом прошлого года. С чем я вас всех поздравляю. Государственная поддержка во многом позволяет переломить демографическую ситуацию в стране. Помощь многодетным семьям с предоставлением земельных участков, материнский капитал, материальные выплаты за усыновление и многое другое позволяют нашему обществу идти в правильном направлении. В роли фермеров и воспитателей, предпринимателей и преподавателей, врачей и работников культуры женщины вносят свой огромный клад в устойчивое развитие нашей республики. А сельская женщина – опора семьи, хранительница семейных устоев. В женсовете работают только те, кто пришел сюда по велению сердца. Социальная активность и милосердие женщин призваны создать более сильное общество. Сделано немало, но впереди еще много важной и нужной работы. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Без сомнения, женщины вносят весомый вклад в развитие экономики и развитие общества. Порой после рождения ребенка им не так легко вернуться на работу. О том, как можно это сделать максимально безболезненно, смотрите сегодня в программе «По существу» сразу после нашей программы. Рекомендации для молодых мам дают специалисты столичного центра занятости. К другим новостям. 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году в Мексике была подписана Конвенция ООН. Россия тоже присоединилась к ней. Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции – приоритетное направление деятельности органов прокуратуры республики. За 9 месяцев 2012 года в республике возбуждено 466 уголовных дел коррупционной направленности. В суды направлено 90 таких дел. Общий ущерб по этим уголовным делам составляет 400 миллионов рублей. За это время осуждены 78 человек, среди которых 7 за получение взяток, 15 за дачу и 1 за посредничество в даче взятки. Органы прокуратуры в ходе проверок выявили около 3000 нарушений закона. Более 700 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Немало фактов коррупционной деятельности выявляется и в правоохранительных органах. Недавно в Чувашии осудили сотрудника колонии, который за вознаграждение проносил за решетку запрещенные предметы. С подробностями Дмитрий Ковалев. На запретный плод младший инспектор исправительной колонии номер один покусился, не проработав своей должности и месяца. В его обязанности входило досматривать посылки и изымать предметы, не положенные в местах не столь отдаленных. Но жажда наживы оказалась сильнее. Подзаработать ему предложил один из осужденных. За обещанную взятку 8 тысяч инспектор пронес в колонию два сотовых телефона. Процесс передачи происходил таким образом. Лукоенов, находясь в данном исправительном учреждении, отбывая срок наказания. Шеблеву за перенос, за недосмотр посылки, в которой находился сотовый телефон, передал первую часть взятки в сумме 5 тысяч рублей. В свою очередь Шеблев Денис недосмотрел данную посылку и данный сотовый телефон оказался в руках осужденного. Для чего понадобился сотовый телефон, осужденному неизвестно. В прокуратуре не исключают. Благодаря ему в колонии проворачивали аферы. Имеют место факты переноса сотовых телефонов в исправительное учреждение для осужденных, которые, в свою очередь, находясь в местах лишения свободы, в том числе оказывают давление на потерпевших и свидетелей по уголовным делам. Спустя некоторое время инспектор попал в разработку оперативных служб. Сотрудника колонии снова попросили об услуге. Но очередную запрещенную посылку и деньги в этот раз ему передавало подставное лицо. Все детали встречи они обсуждали за несколько дней по телефону. Младшего инспектора задержали с поличным, изъяв у него деньги и сотовый телефон. Свою вину он отрицать не стал и пообещал сотрудничать со следствием. За колючую проволоку теперь уже бывшего сотрудника УФСИН отправлять не стали. Судья назначил ему наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей. Дмитрий Ковалев, Константин Козлов, Республика. Три человека погибли в Чувашии от отравления угарным газом за два дня. По данным Следственного комитета Следственного управления по Чувашии, двое человек отравились сегодня в половине третьего дня в Канаше. И один случай произошел в Чебоксарах накануне. Сегодня около 14 часов 30 минут в одном из металлических гаражей, расположенных в гаражно-строительном кооперативе по улице машиностроителей в городе Канаше, были обнаружены тела 64-летнего хозяина бокса и женщины, личность которой в настоящее время устанавливается. По данному факту, Канашским районным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. Как следует из материалов проверки, тела мужчины и женщины обнаружил племянник мужчины, который отправился на поиски своего дяди, поскольку тот ушел из дома накануне, и с тех пор его никто не видел. Открыв дверь, запертую изнутри вторым комплектом ключей, он обнаружил тело дяди, расположенное на полу недалеко от ворот гаража. И тело женщины внутри стоявшего в гараже автомобиля ВАЗ-2105, зажигание которого было включено, а бензин закончился. Повреждений на телах погибших, а также следов борьбы внутри помещения, визуальным осмотром не обнаружено. По предварительным данным, причиной их смерти является отравление угарным газом. Кроме того, около 8 часов 30 минут 6 декабря на территории предприятия, специализирующегося на грузовых перевозках в кабине грузового автомобиля «Фрилайнер», было обнаружено тело 39-летнего водителя. По данному факту, следственным отделом по городу Чебоксары Следственного комитета проводится доследственная проверка. Тело погибшего обнаружил его отец, который пришел проводить в очередной рейс своего сына. При этом внутри кабины также находилась газовая горелка, а двери и окна кабины были плотно закрыты. По предварительным данным, причиной смерти мужчина явилась также отравление угарным газом. В настоящее время признаков свидетельствующих о криминальном характере смерти умерших не имеется. По данным фактам, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В целях экспертного установления причин смерти погибших назначено судебно-медицинские исследования их тел. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. В эти минуты в Москве проходит награждение победителей всероссийского конкурса среди журналистов на лучшее освещение социальной и пенсионной тематики доверия. Напомню, что конкурсная комиссия присудила второе место нашей телерадиокомпании. Было представлено 14 репортажей информационной программы «Республика» и специальный выпуск программы «Бумеранг» о пенсионной реформе. Подробности смотрите в нашей программе на следующей неделе. Зима только вступает в свои права. Но любители экстремального купания уже открыли новый сезон. О тех, кто не боится морозов, в нашем следующем сюжете. Вообще-то они купаются круглый год. Официально старт сезона для них лишь формальность. Экстремалы утверждают, чем холоднее на улице, тем больше удовольствия они получают от купания. Для некоторых это уже стало обыденным делом. Леонид Ефремов моржует почти 40 лет, без воды свою жизнь представить не может. Он уверен, с помощью таких водных процедур здоровье можно сделать богатырским, а волю стальной. Каждый год круглый сезон, у меня нет первых круглый год ежедневно. Второе, долгое время молча, никакое посудное заболевание не имею. Как оказалось в клубе любителей зимнего плавания, Леонид не единственный морж, кто ходит на Волгу каждый день. В обеденные часы здесь собирается около 20 человек. Они считают, в этом виде закаливания нет возрастных границ. Моржуют с одинаковым удовольствием и взрослые, и дети. Как не холодно? Очень даже хорошо, очень здорово. Водите плечо на улице. Я сам только третий год занимаюсь. Мне это очень нравится. Присоединяйтесь. Популярность Аквайса растет с каждым годом. Сейчас клуб Экстрим насчитывает около 160 моржей. Я приходил на Волгу. Здесь была всегда прорубь. Раздевался, окунался, одевался и убегал. Всегда пять лет смотрел на моржей, которые приходят в этот домик. Мой товарищ в этот клуб ходит. Михаил Андронов. Он меня вовлек в более длительное плавание. Моржи со стажем отмечают, что начинать плавать сложно. Но групповой заплыв придает уверенности и безопасен. Моржи, которые, вот такие вот оккультуренные моржи, которые посещает клуб, они не плавают индивидуально. Они не ходят, как рыбаки по тонкому льду, не сверлят лунки. То есть у нас, я еще раз говорю, организованная прорубь, где моржи купаются. Эту прорубь готовят, и она огораживается. Пока моржи купаются в Волге, но скоро река замерзнет, и купаться будут уже в проруби. Данифа Тагерова, Николай Яковлев, Республика. У меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин